Да, есть много дней открытых дверей. И ты можешь пойти в мечеть через джет-парк или на востоке Лондона. Но мы живём в Кент. Это немного далеко. Да, это немного далеко. Но я уверен, что там тоже есть мечети, которые делают то же самое. Есть что-то, что называется Днём Открытых Дверей, на котором они приглашают немусульманов внутрь мечети, чтобы они могли посмотреть, что происходит правильно. Да. И ты можешь сделать это, когда ты бываешь здесь, правильно? Да. Но веришь ли ты в учение ислама? Знаешь, что учит ислам? Что есть один Творец, сотворишь всех нас. Да, я верю. И это то, что меня притягивает. Конечно. И я сказала своему мужу, что я буду уважительно относиться к его религии. И буду одеваться так, как он хочет. Но сегодня я просто хочу понять больше. Потому что я не хочу сначала сказать, да, я сделаю это, а потом не следовать этому. Да, это правильно. Когда мы выходим с ним на улицу, он видит мусульманских девушек, которые одевают хиджаб. Но их одежда очень облегающая. И он говорит мне, что она не мусульманка. Мусульманкам не подобает так одеваться. И я говорю ему, нет, она мусульманка, но на нее просто подействовал запад. Но он не должен говорить, что она не мусульманка. Потому что, знаешь, мы все совершаем грехи, не так ли? Да. И идеальных мусульман не существует, правильно? Под идеальными я имею в виду те, кто вообще не совершает грехов. Да. Как правило, все мы совершаем грехи и ошибки, правильно? Да. Если мы совершаем грехи или ошибки, они не отменяют того, что мы мусульмане, и что мы подчиняемся Творцу. Да. Но это показывает нашу человеческую природу, что мы слабые, и мы можем впасть в грехи, и можем впасть в ошибки. Да. Но я скажу тебе, сестра, если ты хочешь что-то сделать, ты должна делать это для Творца, а не для кого-то еще. Да. Например, в основе ты не должна одеваться определенным образом только из-за своего мужа, или делать что-то конкретное, потому что твой муж так сказал. Но, во-первых, ты должна делать это для Творца, для Аллаха. Это самое главное. Да. Его семья была очень благосклонна ко мне. Они сказали, чтобы я сама сделала выбор. Я сказала им, я люблю своего мужа, но я сделаю это для себя, а не для кого-то другого. Ладно. Но имеет ли эта идея смысл для тебя? То, что я хочу знать, имеет ли это смысл для тебя? Ведь должен быть кто-то, кто создал эту великолепную вселенную, которая обладает в могуществом и разумом. Имеет ли это смысл в твоем уме? Да. И что насчет пророков, как пророк Мохаммед Иисус? Ты веришь, что эти люди приходили, и у них была миссия от Создателя донести послание Бога? Да. И научить нас тому, что хорошо делать, и чего не следует делать. Да, несомненно. Это имеет смысл для тебя? Да. Значит, по сути, ты веришь в минимальные требования для того, чтобы стать мусульманкой. Потому что мусульманин – это тот, кто верит в это. Он верит в Творца и подчиняется этому Творцу, и верит, что были посланы посланники Бога, чтобы сообщить нам, что хорошо и что плохо. Я вижу, что ты на этой точке. Да. Ты говорила об обучении. Все мы учимся каждый день. Каждый мусульманин понемногу учится каждый день, правильно? Да, конечно. Так что не зацикливайте на том, что, знаешь, сначала я полностью изучу, а потом приму ислам, потому что никто так не делает, правильно? Да, конечно. Мы не можем узнать всего. Все мы должны учиться. И ты должна делать все шаг за шагом, правильно? Поэтому, если все это имеет смысл для тебя, что останавливает тебя сделать этот шаг для себя, а не для кого-то другого? Потому что, смотри, сестра, мы живем здесь сегодня, а завтра нас не станет. Поэтому я хотел бы умереть, зная, что Творец доволен мной, убедившись, что если я умру, поверив в Него, я выйду в рай. Если я узнаю, что что-то останавливает меня от рая, и в любой день я могу умереть, я никогда не буду откладывать это дело. Потому что я знаю, если я продремлю, я могу умереть сегодня, и никто мне больше не поможет. Знаешь, в судный день, моя жена мне не поможет, ни мой отец, ни моя мать, ни мои дети. Все они будут думать о себе. Ведь когда ты увидишь адское пламя, и увидишь рай, и увидишь все эти вещи, ты забудешь всех. Ты просто будешь думать о себе, правильно? Так что я говорю, если ты убеждена в этом, тогда почему бы тебе не сделать этот шаг, и не стать мусульманкой? Потому что, знаешь, сестра, когда ты становишься мусульманкой, предыдущие грехи и ошибки, которые ты сделала, стираются. Да. Поэтому, если ты начнешь учиться, и попытаешься сделать все возможное, Аллах прощает прошлые грехи, которые ты сделала. Да. И все хорошее, что ты сделала, оно останется с тобой. Поэтому Аллах не забирает хорошие вещи, которые ты сделала, даже если ты не мусульманка. Правильно? Да. Так что, по сути, я вижу, что ты убеждена, но я хочу, чтобы это исходило от тебя. Да. Поэтому я спрашиваю тебя, рационально, что мешает тебе сделать этот шаг? Ничего. Мы говорим, что это дьявол. Да. Ведь только он не хочет этого, и никто другой, правильно? Да. Я вижу, что ты убеждена. И, миша Аллах, твой муж мусульманин. И он может научить тебя, и может помочь тебе. И я вижу, что он ничего не навязывает тебе. Нет-нет, он позволяет тебе делать свой выбор. Да. И ты веришь, что это имеет смысл. Тогда ты должна стать мусульманкой. А потом просто шаг за шагом будешь изучать вещи. И не беспокойся слишком сильно обо всех этих исламских учениях. Они придут со временем. Конечно. Чем больше ты будешь приближаться к Аллаху, тем больше ты станешь понимать причины и мудрость этих учений. И ты захочешь сделать больше. Да. Так что никто не говорит тебе, что если завтра ты станешь мусульманкой, ты должна измениться на 180 градусов. Этого нет, правильно? Да. Так что если ты убеждена, стань мусульманкой прямо сейчас. Знаешь, очень легко стать мусульманином. Ты лишь должна засвидетельствовать то, во что ты сказала, что ты веришь. Да. Ты свидетельствуешь, что есть один Творец, и свидетельствуешь, что Пророк Мухаммад это его посланник. Да. И это то, во что ты уже веришь, правильно? Да. Как только ты засвидетельствуешь, это очень просто. Ты становишься мусульманкой. Вот и все. Нет крещения. Нет-нет. Не нужно обливать тебя водой или что-то такое. Нет. Так что это всего лишь два утверждения, которые ты сделаешь. Так что ты думаешь? Ты готова? Ты хочешь сделать это? Да. Ничего не останавливает меня. Да. Когда ты ведешь действие, и все, что стоит за действием, рационально, тогда я должен сделать этот шаг и двигаться вперед. Повтори за мной, и ты станешь мусульманкой. Скажи, Я свидетельствую, Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, кроме Аллаха. И я свидетельствую, и я свидетельствую, что пророк Мухаммад, что пророк Мухаммад, его посланник и слуга, его посланник и слуга. Видишь? Очень просто, правильно? А сейчас тот же самый повтори на арабском. Ладно. Просто повторяй за мной. Это все. Теперь ты мусульманка-сестра. Сестра, обними ее, она хочет обнять тебя. Мы очень рады за тебя, сестра. Потому что мы видим это как то, что ты спасла свою душу от ада. И ты та, кого Создатель наставил на прямой путь. Так что это очень важно для нас, мусульман, верно? Мы счастливы. Потому что, когда ты видишь, что что-то хорошее случается с кем-то, кого ты знаешь, ты счастлив. Так что это делает нас счастливыми, как мусульман. Так что я рад, что ты сделал это. Да. Я скажу тебе, сегодня ты пришла по какой-то причине. Да. В исламе мы не верим в случайности. Мы верим, что того пожелал Создатель. Да. Он помог тебе прийти сюда сегодня и послушать. Тысячи людей ходят здесь, но они игнорируют истину. Но ты попыталась быть честной с собой и принять истину. Да. Знаешь, это Аллах послал эту сестру к тебе, чтобы она привела тебя сюда. Да. Так что все это создано Создателем. Это не то, что мы предопределяем. Это то, что предопределяет Создатель, правильно? Так что, как я сказал, на данный момент ты стала мусульманкой. Ты наша сестра. Ты одна из нас. И делай все шаг за шагом. Не думай, что кто-то торопит тебя. Да. Потому что иногда люди теряются из-за давления. Они видят много вещей, и затем они путаются. Но делай все шаг за шагом. И пусть у тебя будет один учитель. Только один человек. Пусть он научит тебя, что делать шаг за шагом. И я возьму твои контактные данные. И свяжусь с организацией, которую я знаю. Они научат тебя, как молиться и что делать, и все остальное. Ладно. Так что делай все шаг за шагом. Даже если ты из Генда, они помогут тебе там, иншаллах. Потому что это довольно далеко от Лондона, верно? Да. Да.